1 апреля свой 71 день рождения отмечает наш земляк Пётр Зайченко. Мы расспросили заслуженного артиста России о том, с каким настроением он встречает этот день и о карьерных планах на будущее. Пётр Петрович, ну уже стала традицией, что вы в свой день рождения устраиваете вот такие вот встречи с поклонниками, со зрителем, творческие вечера. Вот почему в этом году вы опять решили такую провести встречу? Я родился 1 апреля и не случайно. Родился я нечаянно, потому что мой отец Пётр Пантелеич Зайченко воевал в это время. А я ровесник нашей Сталинградской битвы. Он воевал и имел такое счастье прийти в отпуск по ранению. Вот он пришёл в отпуск по ранению. И очевидно, что, так сказать, здоровье молодых мамы и папы моих. Молодость позволила им любить друг друга. Потом отец ушёл опять на фронт. И единственное, что он прислал, видно, мать ему сообщила, что она ждёт ребёнка. И он прислал такое письмо. «Вера, по моим подсчётам, вас стало на одного больше. Надеюсь, что это сын». А дедушка возил продовольствие в Сталинград. После этого дедушка из Сталинграда возвращается, а ему говорят, «Вот тебе похоронка на сына Петра Пантелеича. А вот тебе внук Пётр Пантелеич». Да, но назвали мы его Анатолием. Они назвали меня Анатолием. И дед сказал «Только Петром в честь отца». И поэтому я стал Петром Петровичем. Сейчас вы по-прежнему стараетесь в Волгограде больше проводить времени? Или вы всё-таки куда-то стараетесь выезжать? Ну, в Волгограде мне почти делать нечего. Только у меня квартира в Волгограде. Если нет съёмок, то мне приходилось ездить. Я снимался во Франции, в Бельгии, в Испании два раза, в Польше. То там. Вот так я живу. Откуда вы приехали недавно? Откуда я приехал? Я закончил сериал сниматься. Я в сериале закончился. И сериал ещё там снимается. Ещё доснимают. Он называется «Марина Роща». Первые части вы, может быть, видели. Там я с Домогаровым, с Сашей Домогаровым. Вот я играю. Вот. А теперь вторую часть уже закончили. Но уже получил приглашение ещё на одну роль, которую фильм будет посвящён Дню Победы. Наверное, всё равно больше как-то у вас такие патриотические роли как-то получается. Очень сложно, чтобы были такие роли. Потому что я попал на такое время, когда, например, считалось замечательно актёром Урбанский. Играл коммунист и так далее. Патриотические, хорошие роли. Но сейчас этого почти нет. Сейчас это будет или какой-то стёб почти над нашим временем, когда мы выросли. Или это будет какая-то комедия и так далее. Поэтому роли разные. Я, конечно, стараюсь своё протащить в этих ролях. Но не всегда получается. 9 мая, который говорит, фильм «Освящённый Победе», там будет что за роль? Он ещё не начинался сниматься. Там я буду играть ветерана войны, который вспоминает о том, как он воевал ко Дню Победы. И даже называется пока «День Победы» фильм. Но, конечно, он к этому Дню Победы не выйдет. Нет, 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 нет. Потом ещё снялся, есть такой сериал «А у нас во дворе», тоже мы там с «Спуски палецом», который тоже саратовский. Я закончил саратовское театральное училище. И он там работал какое-то время. Мы с ним сыграли. А у нас во дворе такой сериал будет. И там я очень такую, вроде говорят, интересную роль. И вроде получилось. Более 60 ролей. Какая из них самая любимая? А самая любимая, вы знаете, мне вчера просто получилось, подарок сделали из Санкт-Петербурга. Мне позвонили. Они собираются проводить фестиваль «Виват кино России». Очень солидный фестиваль, который называют «Дворцовым» у нас. Потому что он во дворцах там проходит и всё. И попросили. Вот Вадим Абдрашитов. Это мой первый режиссёр, который снял меня в фильме «Парад планет». Он проводит там юбилей своего фильма, в котором я впервые сыграл. И так как это просто подарок, меня приглашают. А другой фильм приезжает другой режиссёр. Я нужен ещё для того, чтобы показать фильм «Сибирь Мономур», за который у меня уже очень много призов. Приз имени Попанова, приз имени Ульянова. Главный приз на международном фестивале «Окно в Европу». «Православный приз», приз «Феликс», «Золотой Феникс». В общем, много. Я сейчас даже не могу так перечислить, потому что это как начинаешь. Долго жил, поэтому когда начинаешь перечислять, что там успел или чего не успел, то это очень длинно и долго. Пётр Петрович, 71 год. С каким настроением вы встречаете этот день? С каким настроением? А вот я буду читать сегодня, я прочитаю Ивана Алексеевича Бунина. У него такой рассказ «Журавли». Там барин от своего имени, пишет Иван Алексеевич Бунин. Он едет, и вдруг его обгоняет, такой бурный, такой сумасшедший какой-то человек. В общем, одет хорошо. Он узнает, говорит, узнаю, богатый, хозяйственный мельник из-под ливен. И когда он подскакивает к нему, тот лежит ничком, раскинув поло под дёвки. Барин дико кричит он в землю. Барин, грустно. Улетели журавли, барин. Вот в чём дело. Вот настроение такое, что журавли улетели, 71 год. Пётр Петрович, с днём рождения вас и творческих вам успехов. Спасибо.